Окей, начинаем! Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений Кузнецов. Это мой третий выпуск шоу о кофе. О кофе? Сегодня самое интересное. Мы будем жарить кофе то, что я люблю. Но! Интерес в том, что мы будем жарить кофе не на профессиональном ростере, не на каком-то промышленном оборудовании, а на самом простом, древнем. И мы будем жарить кофе на этой глиняной штуке, которая называется тигль. Или в некоторых местах в интернете его называют аскерка. Интересная штука. Периодически пробую, достаю из своих закромов, жарю. Получается очень вкусно. И если вдруг у кого-то будет желание попробовать, обязательно попробуйте. Итак, начинаем. Нам потребуется не так уж и много вещей кофе. Чуть попозже расскажу. Великолепный кофе из Африки. Как вы помните, мой любимый кофе растет в Африке. Газовый баллон, туристический. Можете дома на обычной газовой плите жарить кофе. Потребуется золотая ложка чемпиона. Это обязательно. Ну и зажигалка. Кстати, хотел сказать... На индукции? Хороший вопрос. Вот из зала спрашивают телезрители. Можно ли жарить тигль на индукционной плите? Если честно, я сомневаюсь. Индукционная плита... Для нее нужна специальная посуда. А, или ты говоришь про магнитную плиту. В общем, индукционная плита, магнитная плита. Я жарю кофе на газу. Общепринятый факт, что кофе на газу жарится лучше. Кстати, пока мы записываем этот эпизод на улицу, просто начался настоящий шторм. Просто ливень. Я не знаю, как это сейчас на звук повлияет, но, надеюсь, не повлияет. А что делать? А что делать? Уже все настроили. Все, переписывать уже не вариант. Так, все. Не будем больше томить. Начнем жарить. Первое, что мы сделаем, это отмерим зеленое зерно. Зеленого зерна нужно ни много, ни мало, а около 50 грамм. Как всегда, я жарю, завариваю кофе по своему принципу без весов и часов. Ну, часы иногда использую. Ладно, потому что я так, для красного словца добавил. Итак, кофе из Эфиопии. Обожаю кофе из Африки. Все африканские страны люблю. Это Эфиопия, регион Ригачип. Станция, которая гремела примерно 3 года назад. А Рича, мытой обработки. Это кофе не 2016 года. Это, конечно, свежий урожай. Ну, что говорить? Естественно, свежий. Так, 3 ложечки. Так, взвешиваем. Ну, грамм 50 точно есть. Как бы, ну, все нормально. Это пока отставляем. И элемент шоу. Ну, в каждом шоу должен быть элемент шоу. Ух! Полыхает. Для того, чтобы правильно обжарить кофе, тут нужно придерживаться основных принципов обжарки. Нужно настроить огонь таким образом, чтобы уложиться в определенный промежуток времени. Я хочу кофе пожарить, как на классическом ростере, за 7-8 минут с развитием 1 минута. Для этого я опытным путем подбираю мощность пламени. В течение обжарки я также могу его регулировать. В общем-то, будем регулировать вместе. Если что, пишите комментарии, как вы бы регулировали на моем месте. Ростер перед обжаркой нужно прогреть. Поэтому сейчас пока без кофе идет подготовка. Если вдруг тигель или ростер, ваш большой профессиональный, будет холодным перед обжаркой, вы не уложитесь в время обжарки, которое вы запланировали. Вместо 7-8 минут, вдруг будет 12-15. А это уже, ну, сами понимаете, это уже смерть. Конечно же, нужно передать производителю, что необходимо встроить термодатчик в тигель. Сами понимаете, для чего? Для того, чтобы контролировать. Также нужно встроить таймер, чтобы видно было, сколько времени прошло с момента обжарки. Да, термопару, градусник. Нужно встроить кропстер обязательно, чтобы рядом со мной тут был большой экран, монитор, и я всех профайл свои фиксировал. На самом деле, это шутка. Тут все делается на глаз. В этом и прикол. Я люблю жарить кофе. Я люблю жарить кофе и по параметрам. Когда это продакшен обжарки, когда я знаю, что этот кофе будет продаваться в кофейни, гости будут приходить специально для них, чтобы они были уверены в продукте, который они покупают. Тигель – это просто фан, развлечение. Поэтому здесь я максимум секундомер включу, а дальше уже как пойдет. Так, проверяем температуру. Соблюдайте технику безопасности при работе с открытым огнем. Все, тигель нагрелся, все шикарно. Так, тигель у меня нагревается. Включаю секундомер. Так, таймер включен. Руку перекладываем. И ответственный момент. Барабанная дробь. Загружаем кофе. Очень аккуратно, чтобы ничего не просыпалось. Ну и все. Процесс пошел. Теперь все как обычно, как Скотт Раул завещал. Проходим первую стадию обжарки. Это сушка, которая в классическом ростре будет длиться приблизительно до 130 градусов. Здесь определяем все на глаз и по времени. Можно остановиться. Вот так вот посмотреть. Камеру наведем, что там происходит. Все нормально. Продолжаем обжарку. Очень прикольно жарить кофе таким образом где-нибудь на природе. Взять с собой на дачу или в поход. Не занимает много места. Немного весит. Всегда можно пожарить кофе. Сделать какую-то движуху кофейную. Тоже дымок пошел. Сушка идет. Виден водяной пар. Как вы знаете, экспортная влажность кофе 12%. До этого показателя фермер-производитель досушивает кофе в стране происхождения. Если кофе свежего урожая меньше 12% или 10% условно, то это звоночек, который нужно исследовать. То, что вы видите сейчас, не знаю, камера передает или нет, это не дым, это как раз водяной пар. Происходит сушка, кофе теряет влагу. Так. Чуть-чуть, чуть-чуть убавляем огонь. Продолжаем обжарку. Зерно начинает желтеть. Это уже вторая стадия обжарки, которая называется желтая фаза. Как вы заметили, при обжарке кофе нужно постоянно поддерживать перемешивание зеленого зерна в глиняном тибле для того, чтобы обжарка кофе происходила максимально равномерно, чтобы избежать дефектов обжарки таких, как скорчинг, типпинг, то есть обугливание поверхности зеленого зерна. Так, смотрим, это уже вот интересно, интересно, процесс, процесс идет. Покажем сейчас, что у нас происходит внутри тибля. Посмотрим на время. Кстати, недолго жарим. Три минуты, 3.30 примерно прошло, с начала обжарки. Так, приостанавливаем. Крэк, мне показалось, что уже начался крэк, я думаю, что это слишком быстро для него. Ну, кстати, как вы заметили, я чуть-чуть снизил мощность газа, для того, чтобы растянуть последующие стадии обжарки. Как ни странно, несмотря на такой незатейливый, незамысловатый способ обжарки, качество и вкус кофе получаются очень интересным. Так, крэка еще нет. Крэк, как вы знаете, все теплый на одной из финальных стадий обжарки, который сигнализирует обжарку о начале развития вкуса кофе. То, что будет происходить после крэка, называется Development Time, время развития. Чем дольше после начала крэка кофе мы жарим, тем, ну, условно, меньше нас кислотности и больше появляются оттенки вкуса обжарки. Так. Среди чудится мне, что начинается крэк. Я уже жду, не дождусь. Так. Комнику у них наполнилось, думаю. Нет. В помещении, думаю, еще особо нет. Интенсивно продолжаем обжаривать кофе. Кофе из эфиопии, который мы сейчас жарим, как правило, требует достаточно большого количества энергии, особенно на первых этапах обжарки, потому что кофе имеет высокую плотность, так как растет высоко, ну, растет высоко в горах. Далеко-далеко в горах, высоко-высоко в горах. В общем, кофе высокогорный, плотный, требует большого количества энергии для того, чтобы происходил процесс обжарки и пусть получался максимально раскрытым. Так. Кажется, у меня газ кончается в горелке. Нужно чуть-чуть прибавить. Так, так, так. По времени у нас. Шесть минут. Отличненько. Рука уже, если честно, ну так, подустала. Если вы понимаете, о чем я. Работа обжарщика – это вам не шутки. Так. О, начинается крэк. Камера, наверное, не передает микрофон, но я засекаю время с начала крэка. И, конечно, это очень опасно. Вот-вот щелчки пошли. Начинается щелчок. Чуть-чуть снижаю газ. И, чтобы обезопасить себя, конечно. Активно, активно мы видим, дым выделяется. Кофе нужно меньше времени проводить в этой среде. Так. Активный крэк. Жарить будем до конца активных щелчков. Время пришло. Выгружаем кофе. И начинаем охлаждать. Закрываем. О-о-о-о. Аромат просто. Классический аромат. И все это я уже отсюда чувствую, как пахнет абрикос. Выдуваем немного остатки шелфи. Шикарно получилось, если честно. Кстати, в принципе, сейчас, пока я жарю, пришла идея о том, что можно разыграть эту небольшую порцию кофе среди подписчиков. При тех, кто оставляет комментарии, ставьте лайки. Потом по комментариям случайным образом выберу победителя и отправлю. Пусть тут немного, но зато вы сами видите, как этот процесс вручную происходит. Кофе шикарный. На пару чашек. Я думаю, тут хватит. Итак, сейчас будем заваривать. Снимать этот процесс, наверное, уже не будем. Как же будем заваривать? Мы же только что этот кофе разыграли. Ну, как бы, ну, не с кладушки получается. Кофе готов. Упаковываем его. Готовим к победителю. Спасибо всем, что смотрели очередной выпуск шоу о кофе. Меня зовут Арсений Кузнецов, чемпион мира по обжарке кофе. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на все социальные сети. Еще раз спасибо всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok